Всем привет, с вами Роман Раскольников и я продолжаю играть в игру под названием Кома 2. Итак, в прошлой серии я попал в кому, но на этот раз немножечко другим способом получается. Йонха попал в кому тем, что заснул, а Мина просто увидела Сехо и проследила с ним и каким-то образом попала в кому. Наверное, в подвале как раз таки и был вот этот проход. Так, а почему... А я не могу фонарик разве включать? Мне казалось то, что я могу. Ну ладно. Что-то я не понял. Нужно... Так, нужно осмотреться, раз уж я здесь. Осмотреться? Ну давай, осматривайся. Почему фонарик не включаешь? Отсюда видно, как поднимается красная луна. Довольно зрелищно. О, свечка сгорелась. Кто-то... Кто-то возвел здесь старую самодельную святыню. Странную, а не старую. Здесь фотография той девушки с медальона Йон... Йон... Йонхо. Что тут... Так... Что тут написано? Сегодня взойдет четвертая и последняя красная луна темного... Тет... Тетрады. Темной Тетрады. Когда начнется великий... Когда начнется великий скрежет, врата Умбры распахнутся и впустят мою злобную сестру в наш мир. Только... Только тогда она отпустит мою проклятую душу. Я? Я как-то нехорошо. Сработало. Действительно сработало. Ты еще и медальон принесла? Отлично. Вы норм... Вы нормала такие предсказуемые? А? Кто-то идет. Опять они. Черт, черт, черт. Почему они не встанут от меня? Парень сбежал снова. Он обманчиво быстро. Правда, что-то обронил. Хм. Это не тот артефакт, который мы ищем. Это просто бесполезная зажигалка. Узнаешь эту девушку? Видел ее раньше... Так. Видел ее раньше, ученица Сэхвы. Из класса Сонг. Сонг. Как она попала в кому? Это не наша забота. Сосредоточься... Так, сосредоточься. Сегодня у нас есть проблемы поважнее. Этой пташке повезет, если переживет хотя бы ночь. Так, а вот эта ей соль стоит, кстати. Слева. Где Хэнбэй? Его не видно с тех пор, как мы прибыли. Он... У него свои приоритеты. Просто... Просто поймай этого... Нагл... Так. Просто поймай этого наглеца для того, как он начнет доставлять проблемы. А я найду лунный ладан. Так. Все остальные знают приказы мини... Все остальные знают приказы министра. Помните, наши миры связаны только этой ночью. У нас нет времени и права на ошибку. Так, я что-то не понял. Наши миры? Именно Кома и... Обычный мир? Или они все из разных миров? Тогда не стоит медлить. Идем. Что происходит? Который сейчас час. Боже мой. Я потерял осознание. Ни черта не вижу. Что это? Вы получили странную зажигалку. Странную зажигалку можно использовать как источник освещения. С ее помощью можно находить предметы. Будьте осторожнее. Со светом вашим врагам легче вас обнаружить. Узнавайте свое местонахождение с помощью карт. Места, книг, воспоминаний зачастую имеют полезные предметы и являются укрытиями. Это важные места, на которые стоит обратить внимание. Так, тут закрыто. На столе лежит открытая книга. На ее страницах наскоро нацарапано несколько имен. Будьте бдительны и не затирайтесь в коме. Не затеряйтесь в коме. Напишите свое имя в книге воспоминаний. И не забывайте себя. Х.Е. Мое имя? Хм. Имя важная часть мира комы. Забудите его, мина потеряет рассудок. И будет проживать свои кошмары снова и снова. Используйте книгу воспоминаний, чтобы записать имя мины. Вы можете перезагрузить игру с этого места. Так, давайте вот так вот сделаем. Интересно, они вписали в игру сюжет игры. Возможность сохраняться. А? Так, тела выглядят так, как будто сделаны из воска. Их неестественные позы создают жуткое зрелище. Это место что... Это место. Что-то здесь не так. Нужно выбраться отсюда. Выбираться отсюда. Должно быть это какой-то плохой сон. Падающие тела. Выпадают с потолков. Если они заденут вас, здоровье снизится на единицу. Если вас ранят когтистые руки, вы начнете стекать кровью. Это временно снижает ваш максимальный запас здоровья. Вы потеряете одно здоровье от кровотечения, если не используете бинт. Уклонение. Используют много выносливости. Однако от этого может зависеть ваша жизнь. Так, спайс. Интересно. Но не так уж и много надо, на самом деле, использовать. Так, shift работает. Так, здесь тупик. Закрыто. Так, типа... О, кстати, тут прикольно. Тут показывает то, что вот здесь может сохраниться. Закрыто. Блин, все кабинеты закрыты. Ага, зашел. Кстати. Вот у кома во второй части выглядит намного страшнее, чем в первой части. Теперь мы понимаем то, что попали в другой мир. Если там... Ну, не так страшно сразу выглядело. Там просто какие-то растения непонятные росли на стенках. Но со временем они все больше и больше территории захватывали. О, смотрите-ка. Что это такое? Типа мы спрятаться можем? Отлично. Укрытия могут спасти вам жизнь. Используйте окружение, чтобы спрятаться. Различные укрытия обеспечивают разный уровень эмакцикировки. Выбирайте с умом. Ничего себе. То есть получается. Теперь во второй части есть механика... Типа... Различные скрытности. То есть, типа... Здесь она нас может заметить, даже если мы прячемся. А здесь нет. Типа самое лучшее укрытие это шкаф. Выполните быстрые команды, чтобы задержать дыхание. А в противном случае вы раскройте себя. Ага, теперь еще и дыхание надо задерживать, даже если ты прячешься в шкафу. Интересно. Когда ваша выносливость снижена, скрыть тяжелое дыхание куда сложнее. И теперь мы, кстати, видим... Анимацию именно, как она туда забирается. Даже такие мелочи проработали. А здесь разрослась и укоренилась стена странных щупальцев. Проработали даже мелочи. Такие, как анимация... Типа, как мы залазим в укрытие и там прячемся. А то... В первой части... Мы просто телепортировались, допустим, в шкаф. Но там только в шкафы и можно было прятаться. Там два вида шкафов было. А здесь они еще дополнительно два вида укрытия добавили. Так, мы зашли в туалет. Что у нас в туалете есть? Ну ничего. Кстати, мы в кабинках тоже можем прятаться. Что это сейчас... Блин, капец. Она так странно заходит, как будто... Я даже не знаю, как будто у нее какие-то судороги. Так, вниз мы не можем спуститься, зато можем подняться наверх. Можем пойти... Туда, но я не знаю. Куда нам надо идти? Кафетерий? А-а-а. Ну в кафетерий нам пока не надо. Ладно, давайте наверх поднимемся. Нам, по идее, нужно вообще к выходу двигаться. Типа, выйти из школы, чтобы мы поняли то, что... Что-то здесь не так. То есть, по идее, то, что вот мы видим какие-то непонятные щупальцы, вот эти вот... Стена и щупальц. То, что какие-то непонятные растения вот тут вот растут. То это все нормально, это просто там... Это просто сорняки, допустим. А-а-а, кстати, теперь прикольно. То есть, получается, если мы вот так вот сбежим, то мы уже сразу видим, где можно спрятаться. Это хорошо. Это типа она запоминает. Так, отлично. Теперь давайте мы попробуем. Допустим, мы вот убегаем от... Мисси Сонг, ну или... От кого-нибудь призрака, так. И допустим, мы хотим спрятаться. Отлично, она запомнила. Так, еще один класс. Я же сейчас вроде как нахожусь на четвертом этаже, да, получается? Так, тут вообще заколочена дверь. Помогите. Ну то есть, даже не помогите, спасите наши души. Так. Я что-то нашла. Минеральная вода. Освежает... Так, освежающая натуральная родниковая вода из источника на острове... Чеджудо. Полностью устанавливает выносливость. Это очень хорошо. А, смотрите-ка. Ну мы можем вот так вот восстанавливать. То есть мы можем бежать, наверное, на один, два, нажать. Это хорошо. А, пятьсот вон. А, фу... Фиду... Так, не помню. А, фидуциар... Фидуциарная валюта в форме монет. Можно купить что-то в торговых автоматах. Так, это, типа, компьютерный класс получается? Так, тут ничего нету. Так, мы исследовали... Первый... Третий, четвертый этаж. Два верхних этажа. Теперь нам стоит спуститься на второй этаж. Ну ясно то, что эта дверь закрыта. Здесь у нас что такое? Типа карточка нужна. А, так еще электричество нет, показывает. Так, здесь что-то есть. Монетки. Стена. О, смотрите, даже на карте стена отмечается. Так, то есть нам надо подняться на третий этаж и спуститься здесь. Так, ну сначала нужно сохраниться. Так, мы сохранились. Так, теперь можно идти дальше. Так. Так, здесь стена, да? Здесь карта нужна. Так, я хотел через третий этаж зайти с другой стороны. Так, мы всю стамину потратили. Так, здесь мы не можем спуститься на второй, а, на первый этаж. Здесь нам тоже нужна карта. Так, и мы с этой стороны дошли до стенки, другой стенки. Так, вы получили вырванную страницу. Собранные вами вырванные страницы появятся в заметках. Эти страницы могут открыть сведения о Мире Кому. Так, это где? Вот. Три из десяти, да? Здесь, кстати, больше страны. Здесь шесть. Здесь больше записок. Надеюсь, здесь не будут багованные записки. Институт Сехва. Суми. Месяцы после ничего... Месяцы после нашего пребывания в Сеул были бурными. К ужасу моего отца, это было опасное время политических потрясений. Моя семья поселилась в неразвитом районе Сонсен. Он славился двумя вещами. Выразительным присутствием католических миссионеров и выдающимся институтом Сехва, которым управлял таинственная американская семья. Наше сообщество хорошо знало организацию за ее общественные деяния. Несмотря на преимущества, которые их проекты принесли нашему округу, институт Сехва всегда находился под подозрительной завесой секретности. Так, отлично. Здесь нам нужна карточка. Тоже закрыто. Здесь карточка нужна. Карточки у меня нет. Опа, она. Что это сейчас было? Я думаю, это плохая идея сюда идти. А потому что только что захлопнул зверь, значит тут кто-то есть. Вы получили вырванную страницу. Так, вот это вот, наверное. Судьбоносный день в сумме. 15 августа 1945 года. Мой седьмой день рождения. Впервые за 25... А, за 35 лет наша... Наша... Так, нация отпраздновала свою независимость. Моэциск читал хорошим предзнамением то, что день рождения его дочери приходится на такой день. Мама ругала его за чрезмерное суеверие. В конце месяца он внезапно объявил, что мы... Так, что мы продаем нашу землю и переезжаем в Сеул. Искать лучшую жизнь и быть ближе к его брату. Хотя... Так, хоть я и был... Хоть я и была ребенком, но до сих пор помню, как наше путешествие в большой... Так, большой город длилось вечность. Чтобы скоротать время, мой брат учил меня играть на своей Флейте. Ему еще долго придется обучать меня, но теперь эти уроки... Фраг... Так, ну теперь эти уроки драгоценные воспоминания. Так, Суми. Вот похоже, вот эта тень, которая захватила душу Сехо, это и есть Суми. И у нее был брат. И вот Флейта... Флейта ей принадлежала, это артефакт. А Сехо взял, притащил Флейту в кому и типа, теперь она может выбраться с помощью этой Флейты, мне кажется. Так, здесь у нас тоже тупик. Ну, то есть не тупик, конец этажа. Спускаемся на первый этаж. Есть здесь кто-нибудь? Выпустите меня. Кто-нибудь, прошу. Дверь плотно закрыта. Здесь есть памятка. Выходите через... Выходите через... Так, западный корпус, охранник. Я могу добраться до западного корпуса через кафетерий на третьем этаже. Но это я знаю, поэтому я и не пошел сразу к кафетерий, а пошел исследовать, что у нас здесь есть. Это класс биологии, причем он закрыт. И, кстати, он выглядит немножечко по-другому. И что это сейчас было? Так, это чья-то рука была, а мне казалось, что я могу взаимодействовать. Медпункт. Закрыто. Здесь можно спуститься в подвал. Но в подвале, мне кажется, ничего нет. Интересно, вот здесь парковка, которая, ну, закрыта. Я хочу выбраться через... Я хочу выбраться через подземную парковку. Но она закрыта. Генератор? Кто-то пытался дверь взломать, или... или он под напряжение дверь поставил на дверную ручку? Монетка. Так, записка. Вы получили вырванную страницу. Изучение английского английского СУМИ. Так, сейчас. Изучение английского СУМИ. В период с 1945 по 1949 год институт СЭХВА укрепил свое присутствие в СОН-СЫН. Они открыли больницу СЭХВА и расширили академию СЭХВА, основанную в 1932 году. В обоих учреждениях преимущественно работал персонал с запада. СУХВА учился в академии и свободно говорил по-английски. У него была склонность к языкам, и наши родители очень гордились его интеллектом. Так, он даже научил меня читать и писать по-английски. Мое восхищение им прослось с каждым днем. По правде говоря, я хотела быть такой же, как он. Я все еще практиковала с флейтой, которую он подарил мне много лет назад. Это был мой личный способ следовать по его стопам. Это история вот этой суммы. История суммы, это вот вроде как раз таки есть та самая тень, которую мы встретили так в первой части. Блин. Не заметил. Так, здесь нам на второй этаж не подняться, нам надо другую дверь найти. Ну ладно, ничего страшного, может быть я где-нибудь найду батончик и съем его. тем самым подниму себе здоровье. Так, давайте-ка мы сохранимся на всякий случай. Да блин. так, спускаемся на первый этаж. Так, можно что-нибудь купить. Так, батончик может купить? Нет, батончик мы покупать не будем, знаете, почему? Мы лучше купим бургер, хоть он 2000 стоит, у меня 12000. Если вдруг у меня здоровье будет одно деление, хотел сказать одно сердечко, но здесь нет сердечек, то я съем бургер. Так, закрыто. нужно быть внимательнее. Мы заменяем класс общественных наук в пользу технологий и жилищной экономики. Учащиеся в школе СЭХВА должны научиться оценить практические навыки выживания, такие как инженерия, шитье, кулинария и рукоделие. В конце концов, разве не должны учителя хотя бы вкрутить лампочку? В конце концов, разве вы не должны уметь хотя бы вкрутить лампочку? Управляющий мод. Так, стена. Первый этаж мы исследовали. Кстати, стамина здесь быстрее восстанавливается. Так, мы сейчас находимся на третьем этаже. Так, давайте-ка сохранимся еще раз. Это нужно для того, чтобы нам не собирать снова предметы и не спускаться. хотя, на самом деле, я не... Так, я же дверь не посмотрел. А, ну, посмотрел. Она, скорее всего, то же самое же сказала бы. Ну, неважно, в какую дверь ты пойдешь, слева или справа, мне кажется, она одно и то же скажет. А вторая дверь будет показываться просто типа закрыта и все. так, это что такое? Отдышка. Вам трудно дышать. Хочу посмотреть еще что у нас тут. Бессилие. Вы не можете бежать, пока ваша выносливость не восстановится. Так, я добрался до кафетерия. Ага, аккуратно. Это девушка. Эй, ты! Эй, ты в порядке? Она странно выглядит. Разумно будет не подходить к ней. Когтистые духи наносят удары по вам если они ранят вас и начнется кровотечение. Их трудно обнаружить, если вы не будете осторожны. Следите за ними. Так, я знаю, что их сложно обнаружить. А, все, они перест... Блин, что натворить-то? Эти контейнеры помечены странной эмблемой. Эти припасы представлены министром. Предоставлены министром. Берите то, что нужно, чтобы закончить работу. Охотники на духов. Хёнбэй. Похоже, их уже открывали. Интересно, осталось ли что-нибудь полезное? Я же говорю, в самом начале это были, похоже, охотники на духов. Там, потому что я соль была. Ну, там был тень я соль. Так, бинт. Так, ещё монетка. Так, отлично, сохранение. Плюс один здоровье. Блин. А можно съесть его, например? бинт, Ну, бинт, 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 бинт. Может, бинт выкинуть? Ещё найду, если что. вот жаль, его поднять нельзя. Ну да, мы его не поднимем теперь. Выбросили, а теперь не поднимем. Батончик мне нужен. Так, давайте его съедим. Так, отлично. И вот сейчас можно было бы бинт подобрать, но, к сожалению, я ничем не сделал. Так, ну ладно. Тут у нас дверь заперта. Давайте мы сохранимся, и на этом я завершу серию. Так. А на этом всё. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Арскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.